Краткая инструкция для кофемашинки Saeco Encanto Deluxe. Вот две модели для примера. Первая надпись. Fill Water Tank. Необходимо дополнить воды, если вы видите это на экране. Дополняем. Это значит, что закончилась вода в бачке. Там магнитик. Если он находится ниже уровня полного бачка, то машина показывает это на сообщение. Все. Пишет надпись Select Product Ready to Use. Это значит, что кофемашина полностью готова к работе. Из основных устройств кофемашины. Лоток для зерна. В нем находится регулятор помола. В момент, когда мелет кофемолка, можно его менять. Придавить, повернуть в сторону меньшего деления, уменьшить помол. Повернуть, повернуть, нажать вниз, повернуть в сторону большого кружочка. Это будет более крупный помол. На лице находится система SBS. То есть, по сути, ускорение или замедление протока кофе. Чем сделаем его медленнее, то есть, в сторону более тонкой полосочки, кофе будет течь медленнее и крепче и сильнее завариваться. Вот, регулируется высота также носиков. Это насадка Panarello для подачи или пара, или горячей воды. В обычном положении, если повернуть эту ручку, стечет немного горячей воды, и потом пойдет сразу пар. Это из-за того, что в кофемашинке находятся два бойлера. То есть, система быстрой подачи пары. Что мы сейчас и проверим. Стекло немного воды. После этого идет подача пара. Если бы в стакане было молоко, мы бы его взбили до молочной пены. После этого закрываем ручку. Также можно подать воду из этого носика. Для этого нажимаем кнопочку с тремя капельками. Появляется надпись «HOT WATER». Теперь, если повернуть эту ручку, отсюда будет бежать горячая вода. Кнопки на лицевой панели. Три кнопки для приготовления кофе. То есть, по сути, эспрессо, американо и лунга. То есть, маленькая порция 60 мл, 100 мл и, допустим, 140 мл. Каждую можно изменить. Если один раз нажать кнопку, она повторит запомненный объем кофе. Если нажать и держать, она будет лить в чашку кофе из носиков, пока не отпустить эту кнопку. После этого этот объем она запомнит. Четвертая кнопочка. Это молотый кофе. Можно его также готовить в этой машинке. Вот лючок для него. Сюда засыпается молотый кофе. Нажимаем на эту кнопочку и нажимаем кнопочку объема. И повторяем из памяти объем воды. Следующие кнопочки. Кнопочка «Меню» и кнопочка «Декальцинации». Когда на экране появится надпись «Decalcify», значит, необходимо сделать декальцинацию. Наливаем в бачок жидкость для декальцинации. Заполняем его полностью. Нажимаем, держим эту кнопку. Поворачиваем ручку и отсюда начинает сливаться вода с бачка. Порционно, то есть в течение получаса весь бачок сольется. Это так пройдет декальцинация. Внутренности кофе-машинки. Дверка открывается. Затянем на себя рычажок, открываем дверку. Приподнимаем подгончик, достаем его. В поддон сливается вода. В бункер для жмыха, соответственно, жмых, то есть шайбочки перемеленного кофе. Заварной блок. Чтобы его достать, руку размещаем в выемке под пальцы и большой палец на язычок. Нажимаем его, тянем на себя, он легко достается. Вставляем его до щелчка. Все щелкнуло, он на низ. Задвигаем поддончик, закрываем дверку. Заварной блок я бы советовал промывать в домашних условиях раз в неделю. В тяжелых условиях, допустим, более 20 чашек в день, каждый день вечером. Все, мы готовы, в принципе, к приготовлению кофе. Подставляем подносик чашечку и, допустим, нажимаем этот объем. Кстати, сейчас мы его и переопределим. Вот, смотрите, нажимаем, держим. Появляется надпись кофе. Сейчас к ней добавится Программинг квантики, то есть программирование объема. Все, кофемашина начинает готовить кофе до того момента, пока не отпустить палец. Вот на эту кнопку я бы советовал делать миллилитров 100, что мы сейчас и сделаем. Все, теперь при однократном нажимании этой кнопки кофемашина всегда будет повторять этот объем кофе в стаканчике. Дальше пройдемся по меню. Единократно нажимаем эту кнопочку, смотрим. Энерджи сейвинг. Это зайти в меню энергосбережения сейчас. То есть нажимаем его. Все, машина сберегает энергию, отключает бойлера, не тратит ваше электричество. Чтобы вернуться с него, еще раз кнопку меню. Обычный режим. Селик продукт. Ради to use. Меню дальше. Следующее меню. Промывка. Можно ее запустить. Изменение языка. Ну, русского нет. То есть английский самый подходящий нам. Жесткость воды. Этим значением мы выставляем спустя какое время будет появляться надпись необходимость декальцинации. Water filter. Есть ли он в машине. Да или нет. Cup heater. Подогрев чашек. Можно его включить или отключить. Температура. Настройка температуры. О приготовлении кофе. Как по мне, лучше ставить максимально. Ну, каждый решает для себя. Следующие пункты. Aroma small coffee, aroma coffee и aroma large coffee. То есть, по сути, количество кофе на порцию для каждой кнопочки. Это small coffee, это coffee, это large coffee. Значение, по-моему, от 7 до 12 грамм. Так, идем дальше. Previewing. Предзаваривание. То есть, машина мелит кофе, делает с нее в заварном блоке шайбочку и подает небольшую порцию воды, чтобы кофе заварилось. Оно получается крепче и насыщеннее. Я бы советовал включить. Total coffee. То есть, общее количество чашек. В машине стоит счетчик от завода, который считает, сколько за всю жизнь она делает порцию кофе. Обнулить его нельзя. Вот у этой машины 7451 за всю жизнь. Таймер. Таймер. Спустя какое время машина будет переходить в режим сна. Часы. В кофемашине есть часы. Можно для себя их установить. Ну, будут показывать время. Цикл промывки. То есть, можно запустить цикл промывки и сейчас нажать ОК. Factory setting. То есть, бросить все значения на заводские. Все. Все остальные значения мы глянули. Ну, мое личное мнение. Кофемашина замечательная. То есть, это первая кофемашина Seiko, которая делает действительно вкусный кофе. Вот эту систему применяют, в принципе, до сих пор в современных кофемашинах. Заварной блок без особых изменений выпускается и в современных Seiko тоже. В машине керамические жернова. Два бойлера. То есть, технологии в машинах этого класса уже достаточно современные. Ну, очень советую к покупке. Недорогая цена.